А всего в мире уже более 36 миллионов человек заразились коронавирусом, свыше миллиона погибли. Практически каждый день с конца сентября показатели прироста составляют свыше 300 тысяч случаев. Первое место по числу заболевших все еще удерживают США, более 7,5 миллионов. В Европе лидер Великобритания. А в Израиле тем временем продолжаются протесты против ограничительных мер. Демонстранты требуют отставки премьер-министра страны Нетаньяху. Они, среди прочего, недовольны мерами правительства по нераспространению коронавируса. Люди шумят на улицах уже которую ночь. А в Бельгии власти вводят новые ограничения в связи с новыми вспышками заболевания. В стране полностью прекращается работа баров и кафе минимум на месяц. Жители уже назвали такие действия непоследовательными и непонятными. Также с завтрашнего дня жителям Бельгии придется сократить круг ближнего общения до трех человек. Ну а пока запрет в силу не вступил, тысячи человек собрались в Брюсселе у здания Европарламента после акции, посвященной проблеме Нагорного Карабаха. Люди недовольны политикой Евросоюза в отношении Закавказского региона, но, видимо, у Европарламента и других насущных проблем хватает. Полиция щедро угостила протестующих слезоточивым газом и струями из водометов. Субтитры создавал DimaTorzok